Всем привет! Меня зовут Ксения Ильи. Рада приветствовать вас на канале компании Фабрики Декора. У меня в руках две баночки с пудрой для эмбоссинга этой компании. И сегодня мне очень хочется с вами его протестировать, но и, конечно же, не останемся без какого-нибудь проекта. Для себя я выбрала два цвета пудры для эмбоссинга. Изумруд и винтажное серебро. Давайте их сначала откроем, эти баночки, посмотрим, что там внутри. Внутри очень мелкий порошок, он достаточно однородный, очень мелкий, повторюсь. Так, вторую баночку тоже откроем, здесь тоже самое. Для эксперимента я приготовила два кусочка карт-стока, черный и белый, для того, чтобы понять разницу действия каждой из пудр. На самом деле штамповать можно разными чернилами. Есть специальные чернила для эмбоссинга, у меня два из них, Дистресс Эмбоссинг от Рейнджер и Веса Мак от Цукинека. Но на самом деле штамповать можно любыми пигментными чернилами, которые долго остаются влажными и липкими. Ну, например, пигментные чернила от Скраббери, самый дешевый и простой вариант. Просто я советую брать какой-нибудь оттенок посветлее, для того, чтобы было практически не видно. У меня еще есть такие же в кубике чернила Веса Файн, бледно-розовые или бледно-зеленые, их практически вообще не видно на бумаге. Очень хорошо тоже подойдут для горячего эмбоссинга. Для меня показателем качества пудры для эмбоссинга является то, как пудра держит свою форму именно на надписях. Почему на надписях? Потому что чаще всего они бывают какие-нибудь тонкие, витиеватые, хочется, чтобы всю эту детализацию пудра передавала. Поэтому для штампа я выбрала очень маленькое слово «surprise» на английском языке. И еще один момент. Когда мы работаем с пудрой для эмбоссинга, идеально прежде, чем штамповать, подготовить поверхность какой-нибудь пудры, которая бы снимала статическое электричество и убирала жирные отпечатки пальцев с бумаги, для того, чтобы пудра приклеивалась только на те места, которые нам... Для того, чтобы подготовить поверхность для горячего эмбоссинга, есть несколько способов. Первый способ – это специальное приспособление с пудрой. Есть такие вот подушечки с этой пудрой антистатической у разных производителей, но у меня нет ни того, ни другого. Зато у меня есть обычная детская присыпка, она тоже хорошо снимает и статическое электричество, и убирает вот этот вот жир от пальцев на бумаге. Для эксперимента я обработаю только одну половину листочка пудрой, чтобы мы с вами посмотрели, есть ли разница между обработанной половиной и не обработанной. Так выглядит на белом фоне цвет винтажное серебро, очень похоже на чернённое серебро, то есть это такой очень тёмный графитовый цвет, который при определённом угле отдаёт прям таким ярким серебряным цветом. Изумруд – это скорее какой-то очень нежный цвет, я бы даже сказала ближе к мятному, и у него очень красивый перламутровый оттенок. И вот как это всё выглядит на чёрном цвете. Изумруд, конечно, видно на чёрном цвете под определённым углом, но этот цвет скорее более прозрачный, нежели винтажное серебро. Забыла вам совсем сказать, в чём прелесть обработки антистатической пудры, тем, что вот вы здесь видите, что пудра приклеилась вокруг слова, и надпись кажется нечёткой, неаккуратной. Здесь намного меньше таких крупинок, а вокруг изумрудного цвета их вообще нету, а здесь всё-таки они тоже есть, вот они здесь вокруг прислелись, поэтому всё-таки советую вам, прежде чем делать оттиск на чёрном, это тоже заметно, где обработано, где не обработано. Прежде чем вставить оттиск, обязательно обрабатывайте чем-то, какой-то антистатической пудрой. Следующий мой эксперимент – это вело. Мне интересно, как пудра себя ведёт на вело. Мне опять-таки подготавливаю поверхность хорошо. Мне очень понравился цвет винтажное серебро. Буду делать надпись с днём рождения, достаточно большую. В этот раз я хочу сделать оттиск жирный, толстый, для того, чтобы посмотреть, как пудра себя ведёт с более плотными надписями. Посмотрите, как хорошо пудра покрыла всю надпись, нигде нету прогалин. Сейчас мы её запечём, посмотрим, что получится. Я запекла пудру. Хочу сказать, что запекается она очень быстро, то есть ей нужно очень мало времени для того, чтобы расплавиться и стать гладкой. Видите, у меня даже не погнулся вело, она осталась ровно. Посмотрите, как потрясающе переливается эта надпись на свету. Я могу сказать, что я просто в диком восторге, как это всё выглядит. Невероятно. Я уже обожаю эту пудру. Прямо как жидкое серебро. Обалденно. Следующий эксперимент, который я хочу провести, это то, как ведёт себя пудра для эмбосинга на деревянной поверхности. И я буду использовать вот такой вот чипборд от бумага марака. Чипборд мы покроем несколькими слоями, то есть какие-то будем покрыты одним слоем, какие-то двумя, какой-то тремя. И мы с вами посмотрим, есть ли разница, стоит ли покрывать многими слоями. Сейчас мы всё это с вами узнаем. Вот что у нас получилось. Вот эту вот циферку 2 я покрыла всего одним слоем пудры для эмбосинга, запекла. И вы видите, что сквозь пудру она такая тонкая и полупрозрачная. Вот через неё видно все желобки дерева, вот как он есть, даже фактура дерева видна. Если покрыть вторым слоем, то вы уже видите, покрытие становится более плотным, эмалевым. И цвет такой получается перламутровый, очень красивый. Но мне всё-таки кажется, что он ближе к мятному, нежели к изумрудному. И звёздочек, которым покрывали винтажным серебром, эту звёздочку я покрыла всего одним слоем. Фактически мне кажется, что одного слоя достаточно. Но если вы хотите именно такой объёмный эмалевый вид, то можно покрыть и двумя слоями. Вот разница, очень маленький, тяжело держать. Вот разница, как выглядит один слой, как выглядят два слоя на чипборде. Но это ещё не предел, можно покрыть тремя слоями, и чипборд будет выглядеть как кусочек металла. Вот такие заготовки у нас получились, такие эксперименты мы с вами сегодня сделали. Но мне очень жаль будет, если эти заготовки просто пропадут. Я предлагаю сделать очень быструю открытку. Мы будем использовать надпись на Велуме, наши звёздочки. И я хочу попробовать трафарет тоже от фабрики Декора. Итак, я уже покрыла белый картсток дистресс чернилами цвета Мемать Лагун. Это один из моих самых любимых синих. Теперь что я хочу сделать? Я хочу взять вот этот трафарет и закрепить на макетном коврике, для того, чтобы он никуда не двигался. Теперь я возьму жемчужный спрей белый, хорошо-хорошо его стряхну. Брызгаю очень много, чтобы вся поверхность бумаги была влажной от спрея. И теперь очень быстро промакиваю полотенцем. Я немного подвинула трафарет, снова его закрепила. И брызгаю чистой водой. И сразу промакиваю. Я немного обрезала вот эту вот красивую нашу панель, для того, чтобы она была чуть меньше, чем заготовка для открытки. Обрезала надпись с днём рождения, которую мы сделали с помощью горячего имбоссинга. И сейчас буду приклеивать этот кусочек Велума. Вы знаете, что с Велумом работать достаточно сложно из-за того, что через него видно все клейкие материалы, которые мы можем использовать. Поэтому я сделала кусочек немножечко больше, чем сама заготовка. Я сейчас возьму двусторонний скотч и просто приклею в белом к задней стенке панели. Убираем защитный слой и приклеиваем. Здесь тоже убираем защитный слой и приклеиваем. Так. И теперь приклеим звёздочки. На сегодня всё. Уверена, вы уже попробовали подру для имбоссинга от фабрики Декор. Если ещё нет, если вы её попробуете, уверена, вы полюбите её так же, как и я. Жмите «Мне нравится», если видео вам понравилось. И увидимся снова. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok